Здравствуйте! Восемь часов утра, депутаты уже на пороге школьной столовой. В 12-й гимназии на столы пока не накрывали. Здесь только готовят обед. И каким он будет, сейчас главный вопрос. Расскажите по доставке продуктов питания, хранения, подогрев, температура, качество, ассортимент. Вопросы, вопросы и опять вопросы. В последнее время кейтеринговой компанией, которая кормит липецких школьников, их накопилось слишком много и у депутатов, и у родителей учеников. К нам, допустим, обращаются, что иногда еда, скажем, холодная. Почему еда холодная, почему такие порции маленькие, и почему в меню присутствуют отнюдь не диетические продукты, колбаса и консервированные огурцы. Отдуваться за все приходится заместителю директора кейтеринговой компании. И вроде бы сумел все объяснить, но в этот момент принесли сам школьный обед. Вот лучше убрать йогурт, убрать шоколадки, казинаки вот там, а вот мясо добавить. Сыт глазами не будешь, решил депутат Артур Яськов. Он единственный попробовал, чем кормят липецких школьников. Чтобы было с чем сравнивать, пообедать пришлось дважды. В 29-й школе повара готовят для детей сами. И, похоже, получается вкуснее. Мы должны стремиться, чтобы питание было организовано непосредственно на месте. И вкладывать в это деньги. Потому что на этом нельзя экономить. С мнением депутата согласны и сами школьники. Большинству из них есть чем сравнивать. В 29-й школе всего два года. А до этого дети учились в других заведениях. А там как раз и пришлось попробовать обеды от кейтеринговой компании. В прошлой школе у нас там было много плохого. Макароны там слиплись, не досолили. А тут все как бы получше стало уже. И кормят побольше. В прошлой школе у нас вообще не было первого. Причем и в одной школе, и в другой стоимость обедов одинаковая. 44 рубля в день платят родители, еще 12 выделяют бюджет. После проверки депутаты решили, нужно что-то менять. Но сделать школьный обед по-домашнему вкусным уже вряд ли получится. В Липецке осталось всего лишь три школы из 67, которые готовят для себя. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК Новости.